МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Города готовы выйти на митинг против новых тарифов ЖКХ. Вместо счастливого конца – больничная койка. Вечанка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и едва не поплатилась жизнью. Разгуливают по улице и пугают прохожих. Что делать со стаями бездомных собак? Этот вопрос на данный момент остаётся без ответа. Не прояснила ситуацию с бездомными животными и совещание в администрации города. На сегодняшний день по Бийску бродят около тысячи особей. И одна из проблем, по мнению представителей приюта, преданность не в собаках, а в безответственном отношении людей к своим животным. То есть у нас не ведётся вообще никакой работы с хозяйскими собаками. У нас нет никакой ответственности за самовыбул, за то, что выбрасывают собаки. Поэтому мы изымем эту тысячу. Кормовая база под тысячу собак в Бийске остаётся. Их навыкидывают буквально за два месяца. И ситуация никак не поменяется. К тому же собак некуда везти. Единственный в городе приют переполнен и рассчитан на 150 мест. Минимальное строительство дополнительного обогреваемого помещения на 70 мест обойдётся примерно в 2 миллиона рублей. Можно построить уличные вольеры. То есть, в принципе, уличным собакам уличные вольеры подойдут. Но по закону мы не проходим. По закону они должны быть отталкивать. Жители города продолжают прикармливать животных. Собаки сбиваются в стаи и в определённый момент становятся хозяевами этих территорий. Мы все эти предложения зафиксируем и родим протокол, который для исполнения нам всем. Поэтому что хочу сказать. Помощь приюту в расширении мы должны рассмотреть. Законодательно мы должны рассмотреть варианты, какие мы можем вести изменения. Использовать механизмы, которые на сегодняшний день в городе не используются, применять в действии. Сходила на свидание и чуть не умерла. Знакомство в интернете едва не закончилось для жительницы Бийска трагедии. Вместо хэппи-энда женщина получила серьёзные травмы. И место на больничной койке. Мужчину сайта знакомств Бийчанка пригласила к себе домой. Вечер обещал быть романтичным. Чтобы беседа шла легко, решили выпить горячительного напитка. Внезапно мужчина стал проявлять агрессию и угрожать хозяйке квартиры расправой. Угроза переросла в реальность. Когда гость схватил кухонный нож и стал наносить женщине удары в области предплечья и кисти. Пострадавшая смогла выбежать на лестничную площадку и попросила помощи соседей. Они, в свою очередь, вызвали скорую и полицию. В ходе следствия злоумышленник вину в покушении на убийство не признал, утверждая, что у него отсутствовал умысел на лишение жизни человека. Однако защитная позиция обвиняемого относительно степени тяжести совершённого им преступления была опровергнута следователем собранными доказательствами. Уголовное дело в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу. Масштабный митинг против роста тарифов ЖКХ планируют провести в Бийске. По подсчётам инициаторов мероприятия в нём могут принять участие около двух тысяч человек. Активисты настроены провести митинг 29 января. Власти Наукограда в целом не против, но не согласовывают предполагаемое организаторами место его проведения. Подробности в видеосюжете. Митингу быть решили бичане. Иначе как можно повлиять на рост тарифов ЖКХ? Получив квитанции за декабрь, они были шокированы цифрами в платёжке. Впрочем, как и жители остальных городов районов края. Такого роста совсем не ждали, хотя обещанные 12% вроде и не были превышены. Провести митинг решили в центре Наукограда, где обычно и проходят большие публичные мероприятия. Но столкнулись с непониманием властей. Администрация уведомила нас, что она считает, что проведение такого мероприятия на 2000 человек на этом месте небезопасно. В связи с тем, что там, по её мнению, детский нижний городок. На самой площадке детский, из детского городка, только горочка, которая стоит слева от цены. Цена небольшая. То есть проведение мероприятий никак это не мешает. С другой стороны, площадка, которую они предлагают, расположена в 9 километров от центра города. До речи. Куда сложно, в общем-то, граждане жалуются, что сложно вообще добраться на общественном транспорте. Такой ответ от чиновников бейчан не устроил. И они написали очередное письмо в мэрию. Если и на этот раз желаемое место проведения митинга в администрации не согласуют, активисты пойдут в суд. Тем временем в Барнауле продолжается сбор подписей от жителей края против роста тарифов ЖКХ. На данный момент собрано уже 7 тысяч подписей. Я уже, понятное дело, потеряла счет. Сначала все пересчитывала, а сейчас уже просто страницами, листами считаю. Наиболее активны в этом вопросе как раз представители Бийска и Заринска. Но подписи под письмом, адресованным премьер-министру России Михаилу Мишустину, собирают во всех районах. Его суть в отмене постановления правительства, которое позволило поднять тарифы второй раз за год. Уже на следующей неделе депутат Государственной Думы Мария Прусакова отвезет документ с подписями в Москву, чтобы занести в канцелярию председателя правительства. Чтобы все-таки этого повышения вообще не было. Чтобы это постановление отменили. И чтобы у губернатора или вообще лишили права его повышать этот индекс, ну или оставили право только понижать. Потому что предыдущий губернатор, действующий губернатор еще ни разу не воспользовались правом его понизить, этот индекс. Почему-то, зная то, что у нас практически самый бедный регион. К слову, подписи собирать не перестанут и после того, как их отправят премьер-министру России. Ведь цель сбора пока не выполнена. Но активистов БИИСКа, по сути, уже готов. Иск, который планируют подать в суд. Они настроены решительно. И хотят провести митинг против роста тарифов ЖКХ там, где желают и когда желают. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Будни. Далее рекламы. Не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир. Распродажа обуви для проблемных ног и термобелья до 72 размера. Обувь от 1600 и термобелье от 1000 рублей. Высокое качество по разумным ценам. Пенсионерам скидка 25%. С 17 по 22 января в ГДК города Бийска. Мечтаешь работать на камеру? Брать интервью и быть в эпицентре событий? Видишь острые темы? Борешься за справедливость и умеешь добиться своего? Тогда ты наш человек. И мы ждем тебя на должности тележурналиста Бийского телевидения. Среди бонусов молодой коллектив, достойная зарплата, а главное, отличная возможность карьерного роста. Звони прямо сейчас в редакцию новостей Бийского ТВ. Было три больницы, осталась одна. В рамках оптимизации здравоохранения в Бийске третью и четвертую больницы присоединили ко второй. Как пояснили в руководстве, медицинская помощь станет доступнее. Однако сейчас у бичан возникают сложности, и не все могут записаться к доктору через госуслуги. Подробности в сюжете. Врачей не хватает. Так объясняют необходимость оптимизации медицинских учреждений. В Бийске действительно трудно попасть на прием к узким специалистам. Как рассказала Майя Бокова, заместитель главного врача по поликлинике, теперь ситуация должна измениться. Для пациентов улучшилась доступность оказания медицинской помощи. При отсутствии специалиста на какой-то одной площадке можно записаться к специалисту на другой площадке. При этом бичане активно использовали портал госуслуги для записи к врачам. Неиспользованных талонов практически не оставалось. Когда талоны появлялись, горожане из дома через интернет могли записаться к терапевту, фельдшеру в доброчебный кабинет или на диспансеризацию, а также к узким специалистам. Окулисту, гинекологу, хирургу или стоматологу. Однако сейчас список специалистов пуст. Проблемы определенного характера у нас еще есть. Мы их пытаемся в ближайшее время решить. Сейчас проблема в основном как записаться на прием. Записаться на прием по-прежнему можно тремя способами. Непосредственно обратившись в колл-центр, позвонив, где вас запишут на прием к специалистам, через информаты, которые находятся в каждом подразделении у регистратуры или через портал госуслуг. Если не получается на госуслугах, вы действительно можете выбрать другой способ попасть к врачу. Для этого решено расширить штат колл-центра. Дозвониться будет проще. При этом в учреждении говорят, проблема с интернет-записью временная. Физически немножко поменялась система записи через госуслуги. Если ранее пользователь, когда входил, он видел адресы Разина, видел Декабристов, Петрова, Мирную, то сейчас произошло объединение юридического лица на один адрес, на Ленинградскую, 94. Поэтому, когда пользователь выбирает физически те адреса, которые принадлежали ранее реорганизованным больницам, то он не может там увидеть тех специалистов, которые принимают. Для того, чтобы записаться, необходимо в данный момент выбрать адрес Ленинградская, 94. И далее развернется список, где будет помечено. То есть по адресам там все поликлиники присутствуют. Ну и выбрать ту поликлинику, в которую он хотел бы записаться. Добавим, что жители Наукограда все же надеются, что укомплектование обийских больниц кадрами не оставят без внимания. Ведь пожилым битчанам, людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям с детьми комфортнее добираться до ближайшей больницы или поликлиники, а не тратить время на долгую дорогу в медочреждения в другом районе города. Ксения Цапко, Сергей Кулыгин, Будни. И к другим темам. Поставили на место в виске на пересечении переулка Липового и улицы Горно-Алтайской появились дорожные знаки на пешеходных переходах. Проблема длилась несколько недель. Отсутствующие знаки и скрытая под снегом и льдом дорожная разметка не давали пешеходам преимущества при переходе дороги. Этот участок является одним из оживленных. Здесь располагаются несколько образовательных учреждений, куда спешат дети и сопровождающие их родители. Перекрёсток без знаков мог стать причиной ДТП. На данный момент этот вопрос частично решён. Полезная утилизация. Вейчанам, у которых в домах до сих пор стоят живые ёлки, предлагают принять участие в экологической акции. Отжившие деревья могут получить вторую жизнь в качестве корма для животных. Каждой иголочкой они радовали бейчан все новогодние праздники. Но вот пришёл конец января, и с ёлками пришла пора прощаться. И если с искусственными деревьями всё понятно, их собирают и прибирают до следующего года, то что же делать с живыми елями? Оказывается, их можно полезно утилизировать. Экологическая акция «Ёлки сдавайтесь» в Бийске стартовала 9 января. С тех пор машины регионального оператора «Спецобслуживание плюс» курсируют по городу и собирают отжившие свою службу новогодние деревья. Их увозят в конный клуб «Мечтатель» на подкормку лошадям. Ёлки следует складировать рядом с площадкой, не в саму контейнерную площадку. Жителям, которые проживают в многоквартирном доме с мусоропроводом, необходимо отнести ёлку на ближайшую контейнерную площадку. Также, чтобы не навредить животным, ёлки следует очистить от украшений, мишуры и не заматывать их в плёнку. Для лошадей хвойные деревья являются настоящим лакомством. Животные уплетают их, как витаминки. Ведь ёлки не только являются вкусным деликатесом, но ещё и помогают восстанавливать микрофлору кишечника. Оно само по себе, хвойное дерево, очень полезное, как и для человека, так и для лошади. Они обладают дисбактериальными свойствами, также это полезно для пищеварительного тракта, для состояния здоровья шерсти, для общего состояния лошади. А вот ёлкам, которые бейчане выбросят не по правилам, уже не суждено стать полезным материалом для животных. Такие деревья попросту увезут на полигон, где они будут захоронены вместе с остальными отходами. Ёлки, которые размещены на полигоне для захоронения, выделяют метан. И чем дольше они разлагаются, тем дольше они выделяют вредные химические вещества. Поэтому будет, конечно, полезнее увезти их на подкормку для животных, чем оставить их на полигоне. Таким образом, судьбу отслужившим деревьям каждый выбирает сам. И если у вас дома до сих пор есть ёлочка, вы всё ещё можете принять участие в экологической акции. Она продлится до 1 февраля. Алена Кисеева, Андрей Сегаев, Будни. И к новостям спорта. Самые талантливые молодые атлеты Алтайского края соберутся в Бийске в это воскресенье. В Заре стартует первенство края по спортивной гимнастике среди юношей. В соревнованиях заявлено участие более 80 спортсменов. Гимнасты выступят в многобории и на отдельных снарядах по трём программам. Мастер спорта, кандидат, мастера спорта и первый разряд. Турнир является отборочным. Сильнейшие гимнасты войдут в сборную края и будут представлять регион на чемпионате Сибири. Специально для низких температур сибирские морозы не отступают. И если ваши ноги не находятся в тепле, это может доставить серьёзный дискомфорт. Зимняя обувь должна быть удобной и практичной. Где такую приобрести, смотрите в нашем сюжете. Распродажа белорусской обуви в Бийске – это всегда событие для жителей нашего города, особенно для людей старшего поколения. Тем более, что для пенсионеров действует скидка 25%. На ярмарке можно приобрести модели из натуральной и прессованной кожи российских и белорусских фабрик. Вам помогут подобрать удобную обувь по приемлемой цене на осенний-зимний период. Комфортную обувь продавцы-консультанты подберут и для тех, у кого есть проблемы с ногами. За счёт того, что обувь широкая и кожа мягкая, очень удобно на ноге сидеть. Я сама хожу в такой же обуви и вполне себе счастлива. А ещё на ярмарке представлен большой выбор термобелья высокого качества от 1000 рублей. Комплекты и лосины до 72-го размера для активного отдыха и повседневной жизни. В дополнение можно присмотреть термоноски с ослабленной резинкой. Пожилым людям просто необходимо, потому что, как говорят, старение начинается с ног. И если ногам удобно, ногам комфортно, то и на душе хорошо, приятно. Ярмарка «Белорусская обувь» будет работать в Бийске до конца этой недели. Приходите за покупками в городской дворец культуры. А теперь пришло время рассказать о погоде. Спонсор прогноза погоды – закрытое акционерное общество «Олейск зернопродукт» имени Старовойтова. Это мощный зерноперерабатывающий комплекс с полным технологическим циклом от переработки зерна до производства и упаковки продукции. 21 января в Бийске будет переменная облачность. Утром возможен снег. Ветер слабый. Его направление в течение дня будет меняться. Атмосферное давление и влажность воздуха очень высокие. Возможно, небольшие возмущения в геомагнитном поле Земли. Ночью минус 10, минус 12, днём минус 13, минус 15. Таким мы запомнили этот день. Напоминаем телефон нашей редакции 313-507. А также ищите нас в социальных сетях. Отличных вам выходных. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова